Как прошел ваш бой против Мыльникова? Со стороны показалось, что все было очень даже просто. Ну, не то, что было просто. Все-таки он молодой, заряженный. Двигается очень правильно. Я так уже, можно сказать, возрастной спортсмен. Поэтому концовку боя было тяжело мне доводить до конца. Но все равно опыт сыграл свое. И может, только желаю удачи в будущем. Силы физические остались дальше бороться? Конечно, остались. Главное, отдохнуть минут 10 и дальше в путь. На табло 64 у вас тоже был достаточно сложный бой. Победили в один укол. Сложный соперник попался? Ну, это не сложный соперник. Мы просто с ним всю жизнь вместе тренируемся. И поэтому, когда мы встречаемся, это можно сказать, кидаем монетку друг против друга. И всегда по очереди, в принципе, побеждаем. Всегда принципиальная борьба у нас между ними. А как вы вообще видите свои перспективы сегодня на этом чемпионате? Перспективы пока сложно решать. Перспективы, я думаю, в восьмерку должен, по идее, попасть. А дальше не знаю, как пойдет. Это фехтование тут... Не знаешь, кто будет победителем, а кто будет проигравшим. Тут везде все равно, в принципе. Вы левша. Это дает дополнительное преимущество фехтования? И обычно это очень сильно ценится. Нет, у нас тут половина левшей. Так что тут 50 на 50. Кому с кем удобнее. Или с правшами, или с левшами. Каким стал, в общем, для вас этот сезон? Не так много соревнований было? Ну, не так уж много соревнований. Сезон я не очень закончил. 14-15. Но все равно прогресс на лицо, в принципе. То, что я делаю, продолжает расти. Посмотрим, что в следующем будет. Перспективы на будущее. Вы очень удачно показываете себя на чемпионатах России. Уже готовы попробовать на мировых? На мировых? Не знаю. Попаду, попробую. На мировых. Хорошо, спасибо. Желаю вам удачи. Спасибо большое.